Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем празднование Пасхи Господней и совершаем богослужение в честь недели ослепого. Завтра на Божественной Литургии мы услышим евангельское чтение, в котором будет говориться о чуде исцеления слепого от рождения человека. Мы будем говорить о смысле этого евангельского чуда, но сегодня нам нужно задуматься об одном очень важном моменте. Проходя наш земной путь, накапливая жизненный опыт, нам часто порой какие-то вещи кажутся невозможными, какие-то совершенно невозможными. Но Евангелие представляет нам совершенно другой взгляд. Он говорит, что невозможное человеку возможно Богу. Так Архангел Гавриил, придя к Деве Марии для Благовещения, сказал, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Вот и сегодня в этот воскресный день мы вспоминаем евангельское чтение, когда свершилось невозможное. Невозможно, чтобы слепое от рождения человек прозрел, но он прозрел по Слову Божию, потому что невозможно для человеков возможно Богу. И вот этот день и евангельское чтение, которое мы завтра будем слышать, оно говорит нам о том, что Бог наш, Бог всемогущий. И Его всемогущество являет себя не только в Евангелии, но и в жизни каждого из нас. Но исходит всегда из нашей веры. Ведь так и говорит Священное Писание. Все возможно верующему. Но, дорогие братья и сестры, когда мы думаем об этом, о том всемогуществе Божьем, которое являет себя в нашей жизни, мы, наверное, вспоминаем о том праве, которое Господь дал нам. Просите и дастся вам. Просите во имя Мое и получите. Но кто-то из нас может сказать, что не всегда мы получаем просимое. Почему же так бывает? Ведь Господь всемогущий, и мы имеем веру в Него. Ну, нужно сказать, что с одной стороны, сам Господь говорит, по вере вашей, да будет вам. Господь дает каждому столько, сколько мы открываем свое сердце перед Богом. Но, а другой момент, и очень важный, когда мы получаем от Бога просимое, мы приобретаем и ответственность за тот дар, который получили. Об этом тоже очень важно помнить. Ведь если человек просил у Бога, например, здоровья, и получил его, то он в ответе за то, как он использует этот дар, станет ли он лучше или хуже, чем был до своей болезни. Поэтому, когда мы думаем о праве просить у Господа, то мы должны иметь мудрость, чтобы просить правильно. А как же поступают святые люди? Многие из них не столько просят у Бога того, чего у них нет, сколько благодарят Бога за то, что Он им уже дал. А если откровенно посмотреть на жизнь каждого из нас, то мы увидим, что не так уж и мало нам Господь дал. А еще один очень важный принцип, который замечают верующие нередко, что Господь часто гораздо быстрее дает просимое, когда мы просим не за себя, а за своих ближних. Ведь заповедовал нам Господь молиться друг о друге. Поэтому просьбу о немощи ближнего Господь порой быстрее дарует нам, чем когда мы просим о себе самих. Поэтому, вспоминая слепого исцеленного, слепого от рождения человека, будем помнить, что этот день и это евангельское чтение свидетельствует о безграничном всемогуществе Божии, что действительно нет ничего для Бога невозможного. Но в нашей жизни свое всемогущество Господь являет по нашей вере и для нашего спасения. Поэтому будем не только просить у Господа то, чего нам хотелось бы, но прежде всего будем просить мудрости, как делал этот царь Соломон. И получил не только то, что просили, не только мудрость, но и то, чего даже не просили. Поэтому пусть и наше благодарение, и наше прошение будет одинаково угодно Богу, и будет помогать нам восходить Царство Небесное. Спасибо, Господи, Вас.